Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы геройствуем в мире мечей магии. Проходим кампанию, празднество жизни, сценарий номер 3. Война кланов. Три других клана сражаются с вами за право возвести на трон своего ставленника. Разбейте их, не потеряв при этом Келгора и его трех соратников, или проиграете. Только Келгора и его компаньоны перейдут в следующую, последнюю миссию. Развитие героев ограничено 30-м уровнем. И вот здесь огромная проблема. В предыдущей миссии ничего не было сказано о том, что мои товарищи придут в эту миссию. Поэтому они весьма слабы оказались в итоге. Ну да ладно, итак, карта большая, я 1 и 3 врага. Бонусы сандалии святого, или 5 циклопов, или пещера циклопов. Но мне кажется, лучше выбрать все-таки циклопов. Они хотя бы что-то могут делать, в отличие от сандалий, которые мне толком ничего не дадут. У гоблины станут чуть-чуть сильнее и... что? И ничего. Добавляем также максимальный уровень сложности и... погнали! На празднестве жизни проигравший воин находит смерть от руки противника. Или от собственного кинжала, не желая терпеть плен. Я буду милостив к соперникам. Я не стану брать пленных. То есть, Килгорт заявляет, что убьет всех своих противников. Какой же он все же жестокий. Третье испытание начинается. Три ваших противника закалены в боях. Каждый из них, как и вы, стремится стать единоличным победителем. Одолев их, вы сможете бросить вызов самому королю. Хорошо. Ну что ж, давай глянем, кто же является моим противником. И моим противником является отсутствие таверны. Я не догадываюсь, кто мой враг. Это проблема. Мне цепалитет в моем городе не построить. Это тоже проблема. А у меня вообще войска-то есть? Да, есть пять циклопов, немного волчьих всадников. Из моих героев-помощников. Только Гурнисон хоть что-то из себя представляет. Потому что он знает, как использовать баллисту. Он знает, как стрелять из баллисты. Он специализируется на баллисте. И, соответственно, у него есть эта самая баллиста. Гирда, хоть боевой маг, специализируется на волшебстве. Только она ж ничего не знает. Она абсолютно ничего не знает. Это проблема. Ну, а про Орис мне, в принципе, и сказать нечего. Специализация Орлиный Взор просто сразу берет и уничтожает ее. Ну что ж, давай подумаем, кто где у меня находится. Итак, Гирда в этом углу смотрит на волчьих всадников, понимая, что они ей не по зубам. Орис находится на севере, а Килгор в центре. Предлагаю поступить следующим образом. Все передают нормальные войска Килгору. Килгор с своими колоссальными навыками пытается одолеть вражеские отряды. А Циклопов передает как раз-таки Гурнисону, который с ними и с баллистой будет здесь также сражаться и побеждать. Итак, Орис скачика на юг. Сначала проверь, конечно, что есть у скелета. У скелета традиционно ничего нет. А что мне расскажет Провидец? Вы входите в комнату, и престарелый боевой маг отрывается от книги, которую читал. Ты тоже из этих варваров? Спрашивает он. Твой предшественник украл у меня книгу. Дай припомнить. Книгу магии огня. А, если ты вернешь ее мне, я дам тебе свору чудовищ, которых выращивал много лет. Он прерывается и осматривает вас. В чем же дело? Почему ты стоишь? Иди и верни мне мою книгу. Хорошо, книга магии огня. И Килгор ничего про эту магию не знает. Кстати, у Килгора будет момент истины, когда он получит следующий навык. И каким же он окажется? Пиши в комментарии. Вдруг ты угадаешь. Куря здесь посмотрела, доскачет ли до Килгора, да. А потом уже двинется к мельнику. Ну, и сундуки, конечно, тоже хотелось бы подобрать, но... Что ну? Нужно скакать сюда. Килгор потом захватывает эту шахту, хотя нет. Мне нужно побить гоблинов. Ладно. Меньше болтовни, больше дела. Итак, Килгор получает гоблинов. Получает всех волчьих всадников. А в этот момент он... Вот я не понимаю, сможет ли Гарнисон одолеть этих гоблинов? У него все-таки есть баллиста, которая очень много может сделать. Но с другой стороны, нужно ему также передать отряд. Мне кажется, Килгор... Как же неудобно сюда идти. Ну и в любом случае, передавать-то надо. Так что в атаку... Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Доциклопов добегут. Ландшафта мне определенно нравится. Итак, бросок. 216 единиц повреждений. Достаточно, чтобы уничтожить гоблинов. Так вы тоже бегите сюда. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Да какие же вы шустрые-то! Нет, ну... Ладно, шестерых потерял, так и быть. А в это время Гурр Нисон объединяется с Килгором. Забирает у него циклопов. Гоблины. Ну, у Килгора хоть кто-то должен воевать. Не буду я ему передавать своих гоблинов, потому что они тоже должны немного прикрывать циклопов. Так что давай соберем лес. Кстати, а что мне нужно отстроить в первую очередь? Это казарма гоблинов. Требуется немного древесины и немного руды. Дерево будет моим. Это тоже. И до сундука, к сожалению, не успеваю буквально один шаг. А может это цепануть? Нет. Вот. Тоже далековато. Ладно. Тогда Килгор скачет к костру. Подбирает его. Успевает до гоблинов, и непонятно, сможет ли он подобрать руду. А в это время Гирда передает ему опять же войска. У Гирды останется только один волчий всадник. Но опять же, она ничего не умеет делать. И нападаем на этих хоб-гоблинов. Захватывать завесу тьмы, и не знаю, влияет ли она на соперника или нет. Хоб-гоблины повержены. Но какой ценой? Я забыл, кстати, разделить отряды. Давай сразу использовать замедление. И подождем. В целом, какой я навы хотел бы получить? Естественно, интеллект. Но сможет ли Килгора владеть им? Даже и не знаю. А защита давай ждать. Пусть толпятся. Подойдут поближе, чтобы мои волки добежали. Так, тюк, раз. Кусь от волка, два. Волк ждет. Ну, блин, тоже подождет. Разделились. Не добегаем. Не добегаем. Ждем. Главное, чтобы никто не радовался. Отлично. Тюк. Хряп. Отлично. Руда моя. Тут не успеваю. Это подобрать не могу. Тут еще столпились огры, которых непонятно, как побеждать. Хочу получить золото. Очень много золота. 2000 золота. Спасибо хоть на это. Самый маленький сундук я подобрал. Ну что ж, начинаем строительство. Главная цель, это, естественно, гнезду на утесе. Желательно построить на первой неделе. А вот логово чудовищ, сомневаюсь, что я смогу. Уж много для него всего требуется. Итак, у меня появляются первые гоблины. А, Гир, да. Видит лагерь наемников, видит вот этих волков, которых, скорее всего, Горни Солнце может одолеть. Кстати. Килгор, а может, ты мне покажешь, где кто находится? Мне кажется, с этого и стоило начинать. Итак, как выглядит наш мир? Шахта, шахта, шахта. Где же ты? Обычно около городов есть рудные шахты и деревянные лесопилки. Я их не вижу, хотя нет. Вот, раз, два. Значит, город здесь. Раз, два, здесь. У меня три противника. Один вот тут. Раз, два, три. Ну, за три-четыре дня можно доехать, в принципе. А если увидеть, как на самом деле дела обстоят? Ну, как я и предполагал. Один на севере, один на юге, один на западе. Между прочим, здесь есть еще и подземелье с нейтральным городом. Но в любом случае, мне нужно сделать так, чтобы остался один противник. Затем все мои герои осмотрели всю карту, стали максимально сильны и уже тогда заниматься другими делами. Ладно, поехали на юг. И вижу тележку. Нужно будет грабануть. Завершить ход? Так, они куда-то поехали. А собирать руду хочется, но желательно заняться чем-нибудь еще. Итак, гурнисон подбирает мне самый большой сундучок с золотом. 5700 есть. Мне нужны самоцветы, кристаллы и все это великолепие. Угров разогнать, чтобы все это можно было подобрать. Затем сбегать к ключнику, но к ключнику может сбегать кто-то еще. Ладно, Орис, ежайка на юг. Естественно, золото. Может я смогу все-таки чудищ построить. А вот Киллгор сейчас скорее всего захватит вот эту шахту и испытать удачу со змеями. Но опять же, у меня есть волки. Волки вполне хорошие, с атакой 29, защитой 17. Попробую их убить. Ну а там я могу получить виверн. Так, здесь живет вор. Кстати, вор может мне рассказать кто где находится и как с ними поступать. Ну что же, давай рисковать. Гоблины разделяются и я хочу виверн. Очень хочу. Да, сражаюсь. Поражение. Но сейчас самые маленькие отряды помрут. Итак, я знаю магию. Что мне может помочь? Угненный шар? 85 единиц урона. Это смешно. Уничтожение нежити? Не подействует. Ускорение? Да какой в этом смысл? Удар молнии 225. Сколько у этих товарищей здоровья? 240. То есть в целом я снимаю отряд. Мои волки при этом атакуют весьма посредственно чисто с помощью молнии победить? А потом где мне магию эту самую восстанавливать? Если я ускорю или замедлю чужих, что это мне даст? Возможно змей никуда не долетит, но у него просто жуткая скорость 13. В любом случае будем под атакой. Ходить первым. В принципе это было бы неплохо. а какой первый? У них скорость такая посмотри 13 а замедление снижает скорость на 50% то есть скорее всего здесь будет скорость 7 у меня здесь 7 а тут 6 то есть не особо повлияет а защититься получать меньше урона наверное да ну и начинаем нарезать желательно нарезать так чтобы меня не убили ах точно это же это же змеи кто-то про это совершенно забыл они снимают сичар бум все да еще и накладывают ослабление мне кажется тактика с молнией вполне рабочая молния по девятерым наносит 220 единиц повреждений полностью снесет только лучше этого бахну останется один да резали 88 очень мало но тут осталось не так много добивать давай лучше шестерых ударю отлично волки держат удар ай-яй-яй гоблины страдают а еще одна молния гоблины пострадали но я получил 8 виверн а вот это уже совершенно другой разговор скорость 7 атака 36 защита 26 урон 14 18 и желательно бы этих виверн как-то сохранить поэтому гоблины вновь разделяются и я хочу еще еще больше виверн сразиться да конечно 28 гоблинов померло смогу или я лучше у меня есть такое подозрение что возможно эти змеи полетят на виверн поэтому я соглашаюсь я получил еще 4 виверна гоблины разделяются и мне не хватает очков перемещения ладно в это время товарищ гурнисон хотел бы с кем-нибудь конечно подрат спуск в подземелье чудовище понятно здесь мне ловить нечего хорошо тут я подбираю 5 самоцветиков может здесь есть что-то нет сундучок на 2000 монет здорово а тут обитают вожди орков которых мне не одолеть ну тогда поехали куда что-то все мои герои направились в этом направлении а вот здесь оказывается еще есть портал который охраняют громовые птицы которые смогут долететь до моих виверна и их покарать вот в чем самая большая проблема мне самому нужны громовые птицы или кто-то пошустрее ладно гир да езжай ка ты не знаю куда-нибудь что-нибудь сделай а в моем прекрасном городе что я могу построить требуется волчий заглон строим волчий заглон построен нужно эту руду подобрать скорее всего это сделает гир да что я хочу сейчас сделать сам очков перемещения нет остались только у горнисона давай-ка ты своруешь эту руду своруешь дерево и завершить ход клан телес прислал вам депешу сдавайся прямо сейчас и мы размажем тебя на кровью лепешку которой ты являешься а или мы размажем не так прочитал но мне не нравится это шикарное предложение я от него откажусь одно виверну не хочется терять есть ли у меня лечение вот в чем вопрос и есть восстанавливает 7 на 5 35 45 единиц здоровья моя виверна если я тебя ускорю у тебя скорость будет маленькая замедление мне нужно два отряда снять один я определенно точно убиваю сейчас замедление хочу первым быть отлично я сношу два отряда укус раз радости веселья к сожалению нет море ухо мебель посмотри на это змеи это до меня частично не долетают побежали на север а здесь спрячемся второй змей вот этот тоже не долетает А, тогда я от него могу спрятаться тоже на севере Вот этот до меня долетает Ага Этот гоблин убегает сюда И смотрим, что из этого получилось Раз задевает виверну Два задевает виверну Но два удара, я думаю, смогу пережить Ждем Кусь Ах ты веселый негодяй Защита А что это за праздник жизни-то такой? А что по здоровью? 51 единица Терпимо Вполне терпимо Укусить на севере? Долетит все равно Меня двое укусит, 20 единиц урона Но надеюсь, все будет в порядке Кусь А нет, никто не укусит, я забыл У меня же максимальная скорость Та-та-дам И я получил еще 8 виверн И теперь их 20 Можно, конечно, проверить, куда ведет этот портал Стоит ли? Не знаю Определенно точно можно победить мечников Получить еще немного атаки И прыгнуть в этот портал Мне кажется, он явно приведет меня к сопернику Поэтому давай рвать когти Двигаться как можно быстрее Мне кажется, у врагов сейчас нет армии И в этом мое преимущество Мечники будут все уничтожены Без колебаний И я узнаю немного еще об атаке Птицы, присоединитесь ко мне, пожалуйста Не хотят Далее, 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 далее Кто у меня соберет руду? Очень далеко Никто не хочет собирать Ладно, строю гнездо на утесе У меня появились птички А теперь главная цель Это логово чудовища Где мне найти кристаллы? Кто-нибудь их видит? Гурнисон Кстати, а дай-ка я посмотрю Где находятся враги Потому что Они такое и большое расстояние Есть один, конечно, плюс В том, что они воюют И против друг друга В том числе Кстати Ты гдык куда-нибудь До сюда И Спайсайся, кто может Нужно разобраться с южным Ну или надеяться, что он ко мне не поедет Так, немножко дерева А так и быть Я захвачу ртутную лабораторию Потому что К ней я ближе всего Почему бы нет? Так, большие потери Главное, чтобы они не радовались И не ликовали Конечно, они знатно так рвутся вперед Бау Защита Защита Да, защита Ждем, ждем, ждем Ты прячешься сюда Огонь Закрываю раз Закрываю двас Закрываю трис Один гоблин помер В общем Помрот Бьет под Я думал, под циклопом сейчас ударит Но нет Бум Вот жалко, что баллиста Несмотря на то, что она Умеет стрелять дважды Стреляет всего лишь один раз В одного и того же врага А гоблины, наверное, будут защищаться Надеются, что на них никто не нападет Этот товарищ добегает Да По девятнадцати Огонь Четыре погибло И еще погибли Ну так или иначе Баллиста всех сейчас доработает И потерял тринадцать Напомню, сколько до этого было У меня осталось всего четыре гоблиненка Нужно срочно подкрепление Можно, конечно, увеличить атаку здесь Можно попытаться посмотреть, что там в повозке Ох, магический источник Ох, налетчики на волках, которых я не одолею Может, там что полегче Акилгор определенно хочет сбегать к этому источнику и из него испить Кстати, здесь ищите еще один город Но чтобы пройти, нужно победить чудищ Их слишком много, я не сумею Далее Гирда Едет на юг И видит коня Здорово и замечательно Подбирает немного древесины И видит башню магии, где обучится Давай для Орис тоже купим коня И нужно собирать сундуки Чем больше золота, тем лучше И завершить ход Соперника я не вижу Но куда ведет этот чертов портал? Как же плохо, что он так близко ко мне расположен Противник решил немножко отступить А тут синий и зеленый готовы уже вступить в бой Прыгнуть ли в портал? Или испить манны? Вот в чем вопрос Птички, присоединитесь ко мне, а? Втянуть в бой? Наверное, не желаю Потому что я боюсь, что Они атакуют мою виверну Используют молнию И виверна помрет Нет, не хотелось бы мне совсем Подбираем сундук Пока что на золото Подбираю клинок И смотрю, куда ведет портал Портал ведет на юг Да ладно То есть Килгор убьет Грег Хака? А ведь он может Ты понимаешь, что он может это сделать? Он в... Ну, конечно, тут птиц поболее будет А если у меня... Нет, конечно Откуда у меня есть пространственные врата? Ты чего? Грег Хака? Армия невелика Птицы до меня долетают Используют молнию Бам-бам-бам И я теряю армию Портал ведет еще и на север Угу То есть мне нужно решить проблему с птицами А этих птиц будет поменьше Так тоже еще золото А куда он еще ведет? Вот сюда Тут также 10-19 птиц И, к сожалению, везде самоцвета Нет, чтобы были кристаллы Ладно, давай немножко тормознем Подумаем о жизни Здесь, естественно, золото Золото И... Орки охраняют кристальную шахту Угу Так, еще немножко золота Еще чуть-чуть Заброшенная шахта Храняется траглодитами И тут есть врата В которых есть гарнизон А кто там сидит, непонятно Ладно, немножко увеличиваю Ммм... Вот это вопрос Гирда, боевой мах Защита 4 Сила магии 4 Знания 4 Атака 7 А какой-то странный боевой мах Давай увеличим знания Потому что я толком сейчас И не могу колдовать У меня очень ограничен запас заклинаний И тут у нас... Кольцо холода Не лучше, конечно, заклинания А золота у меня достаточно много Давай возьмем опыт Гирди, он тоже необходим Или нет? А 14 уровень Какой к черту опыт? Какой опыт? Мне нужно только золото Потому что я начну победить Ух... Я вижу золотой лук Гурнисон жаждет его получить Но не знает как Проблема заключается в том, что у меня Нет армии И есть очень много налетчиков Заглянуть на север Давай посмотрим, что я в своем городе могу построить Улучшить гнездо на утесе могу Для чудовищ мне не хватает ресурсов Я могу построить цитадель Я могу построить рынок На рынке я могу Что-то как-то обменять Вот если бы я увидел здесь Кристаллы, которые валяются на земле Как же бы это было прекрасно Кого мы с тобой будем атаковать, Килгор? Ну явно не Грехака Его атаковать сейчас просто Слишком опасно Тут Тыгы-дыг, тыгы-дыг, тыгы-дыг И в принципе есть город на севере А тут Вот так развернуться и сюда Но опять же Синий и зеленый Дерутся между собой А ко мне пробирается вот этот Непонятного цвета соперник Давай Нападем здесь Самоцветики Золото Это на будущие продажи Портал, работай как надо Вот Я хочу напасть здесь Потому что тут я вижу дерево Которое даст мне уровень И я узнаю, что будет за следующий навык Кстати, а запись-то идет? Да, запись идет 27 минут прошло Когда? Три виверны А с другой стороны Знаешь что? Не знаю что А все потому что Да У меня нету воскрешения Но предлагаю действовать С помощью замедления Птицы Никуда не летят А виверны их поджидают Стоит ли мне Пытаться нарваться на их атаку? Виверна подлетит сюда Грызанет раз А вторая Меня в ответ Защита Подождем Отлично Птицы не обрадовались Итак Кусь раз Кусь два И никаких проблем Поговорить О том, что он вообще не знает Что такое магия Несмотря на то, что Эксперт магии воздуха Интересно Как он сдавал экзамены Наверное Все купил А тут есть Огры Их немного А может я смогу Их победить Опять же Баллиста стреляет Стреляет Гублины Отбегают Пум-пум-пум И победа Давай Подождем Главное Чтобы Огра Не радовалась Прямого выстрела Увы нет Вот и все Огра нет Если что Они могут Напасть На баллисту Кстати Она не стала здоровее Нет Навык Корнисона Никак на нее Не повлиял В плане Прочности Бум Камни Давай Подождем А ладно Хотя Гублины Защищают Циклопа Как бы Эта сторона Не выглядела Эти Ни-то бегут Бам Бам Гублиненок Спасается Сейчас они Набросятся На баллисту Бум 10 единиц Порождений Бум Но баллиста Стоит И расстреливает Их упор Отлично Это победа Это еще Немного золота И золотая Шахта Золотая Подобрать Мне нужны Кристаллы Где же они Здесь Куча Сундуков Неужели Неужели Мне придется Обменивать Золото Чтобы получить Чудовище Тут вот Есть повозка Которой 200% Что будет Пусто Если я построю Цитадель Что это Мне даст Плюс Одну Птичку На пятый День Если я построю Замок Это даст Мне еще Птичку Шестой День Если я построю Чудовище Кстати А это Неплохая Идея Тут Руды И древесинные Вагон Валяется Денег Тоже Вагон Давай Попробуем Так Это ворует Ресурсы Клан Дига Прислал Вам Дипешу Сдавайся Сейчас И мы Гарантируем Тебе Быструю Безболезненную Смерть На Муравейнике Судьбы Иначе Твоей Могилой Будет Обычный Муравейник Не знаю Что такое Муравейник Судьбы Давай Сейчас Испытаем Нашу Судьбу За 10 Самоцветов Уровень Ок Магия Огня Или Навигация Выбор Очевиден И вот Теперь Вопрос А стоит Ли в таком Случае Отдавать Этому Магу Книгу Магии Огня Потому что Если я стану Экспертом Там Бертирк Будет Убыно Работать Так Желательно Конечно Магию Восстановить Но Здесь Песок А по песку Я Очень Плохо Перемещаюсь 54 Единицы Магии Для варвара Это просто Миллиард Врагов Поблизости Я не вижу У меня Есть 20 Виверн Кого Я могу Испугаться Думаю Никого Поэтому Двигаемся На Север Конечно Путь Не самый Разумный Но Что ж Поделать Вижу Вижу Шахту С Староглодитами А Интересно Она Что Мне Приносит Вот Если Кристаллы Я Был Б Сейчас Кристаллы Гномы Точно Ножи Три На корабле Можно Отсюда Проплыть Сюда Вопрос Зачем Конечно Есть Подозрение Что Тут Все В скалах И Только Через Этот Телепорт Можно Проникнуть Сюда Кстати Если Это Так То Будет Большая Проблема Потому Что Мой Товарищ Килгор Достаточно Далеко Отошел А Мой Город Никто Не Защитит Так Что У нас Здесь Миллиард Башен Орков Орки Не Сражаются По Моему За Свои Башни Их Можно Захватить Только Я Не Люблю Орков Они Ничего Не Умеют Делать Так И Быть Давай Просто Захватим Чтобы Были К Сожалению Кристаллов Я Не Заметил Нужно Ехать Дальше В Это Время Гур Ранисон Стоит Ли Проехать В Центр Здесь Есть Город Его Стоило Бы Захватить Селенок Не Хватает Определенно Если Я Получу Гомлинов Они Мне Ничего Толком Не Дадут Ладно Поехали На юг Будем Надеяться Что Все Получится Завершить Ход А Птичка Живет И Кто У Нас Так А И Где Это Это У Нас Терек Терек Это Ж Был Друг Йога Получается Кстати А Йог Может Тоже Принимает Участие В Битве Но Терек Явно Здесь Ничего Не Сделает Мечников Тоже Не Сможет Победить Орис Захватывает Башню Орков И Конюшня Давай Попробуем Разведать Около Центра Ну Ну Чуть Чуть Сдвинул Туман Войны В Это Время Гирда Ешает К своему Городу Очень 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 Медленно Баркас Что я могу Плохо Так Около Меня Я Вроде Как Не Вижу Противника И так Орис Двигается В Центр Смотрит Что здесь Происходит И там Опять же Орки Охраняют Центральный Город Немножко Еще Золото Уровень Нет Самоцветы Не нужны Для продажи Не хватило Не Хватило Сюда Ехать Смысла Нет Сюда Ехать Смысла Нет До Мельника Я тоже К сожалению Не доезжаю А давай Становимся Около Конюха Чтобы Купить Лошадь Урнисон Найди Кристаллы Пожалуйста Ты Нашел Огров Огры Не похожи На Кристаллы Орки Тоже Значит Мне Нужно Вернуться В город Получить Там Армию И потом С этой Армией Двигаться В этом Направлении Пскакали Обратно Других Вариантов Нет А в Это Время Килгор Забирает Дагабхаус И надеюсь Без потерь Виверна Живет А если она Живет Значит я могу Ее вылечить Только проблема Лечения Это у меня Не такое Сильное Не такое Сильное Как хотелось бы 35 Плюс 10 45 А урона Я получил На 60 С другой Стороны Эти же волки Они глупые Я подставлюсь Они Выезжают Вперед Кстати А сколько У них здоровья 90 90 А магическая Стрела Прощайте И еще Город Захвачен Где Нету Ничего Кроме Замка Это Конечно Плохо С другой Стороны Это Хорошо Потому что У меня появляется Второй Рынок И Теперь Курс Обмена Будет Получше Я вижу Орков Которые Храняют Кристаллы А смогу Ли я Доехать Вот в чем Вопрос Кстати А здесь Таверна Есть Таверны Нет Я Баркас Неподалеку Я могу Засесть В городе Если Я поеду Корком Я не вернусь И город У меня Заберут Если Я Доеду До Мельника Такое Чувство Что Я не вернусь Из-за Того Что У меня Есть Виверны Которые Очень Медленно Летают Над Камнями Не Знаю Почему Ладно Давай Внутрь Я Заезжаю Гильдии Магов Увы Нет Но Одно Мое Присутствие Вряд ли Заставит Соперник Обратить Внимание На Город А тут Давай Торговать Итак Какой У нас Курс Один К Семи Раз Два Осталось Три Один К Тринадцати Три Тысячи Монет Я думаю Вот так Будет Проще Всего И Вот У Меня Появилось Чудище И Появится Еще Два Прекрасно Великолепно Завершить Ход Так Тут Кто-то Чего-то Ворует Ага Кто-то Стремится К порталу И мне Нужно Срочно Его Перехватить Потому Что Это у Нас Гретхен Гретхен Это Несерьезно Я думаю Гурнисон Сможет Одолеть Не Помню Это Она Или Он Но Тем Не Менее Гурнисон Точно Сможет Победить Но Тут Сворует Немножко Артефактов Да Ничего Страшного Конечно Плохо Что Я Коня Не Получаю Только Герда Сидит На Коне И Между Прочем Она Сможет Заехать В Город И Вот Сейчас Опасаюсь Что На Гурнисона Может Соперник Напасть Выехав Отсюда Гурнисон А ты Сам Как Далеко Перемещаешься У него Есть Только Экспертный Поиск Пути Сколько Шагов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадц Двенадц Дринадцать У Соперника Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадц Дринадцать То есть Примерно Ну Вот В таком Диапазоне До города Явно Не добегает Давай Стремиться Тогда К сундукам Две Тысячи Золота Раз И тут Припрятался В это Время Гирда Заезжает В город И Нанимает Всех Кого Только Может А это Будут Три Чудовища А Улучшенное Гнездо На Утесе И Девять Птиц Рух Ну Точнее Девять Громовых Птиц Но Птицы Рух Как-то Более Солидно Что ли Звучат Рух Или Какая-то Громовая Птица Жаль У меня Циклопов Нет Но Ладно С кем Не бывает Тут К сожалению У меня Самоцветы И 50 99 Орков Давай Заберем Золото Деревья Ожили И охраняют Клон Отрицания Что бы Это могло Значить Здесь Мне Ловить Уже Нечего Разве Что Сюда Как-то Вести Гурнисон Чтобы Он Что-то Смог Сделать И Скорее Всего Это Будет Очень Нескоро Главная Цель Это Тармина И Отбить Вражескую Атаку Орис В этот Момент Может Отправиться Вот Сюда Также Собирать Ресурсы А Желательно Посетить Конюха Ну Хотя С другой Стороны Раз Два Ну На Полнеделя Останется Примещение Так Теперь Килгор А Посмотри Где Находятся Враги Один Враг находится На севере Другой Сбежал На юг Вот Этот Товарищ Точно Не успеет До города Вот Этот Под Вопросом Итак Что у меня Есть в городе И кто Его Может Защищать Давай Наймем Немного Орков Пускай Они Тут Сидят Пытаются Метать Топоры Может У них Получится Гильдию Магов Я Строить Я Соперника Не Планирую Сам Я Там Ничего Нового Не Изучу Немножко К атаке Лишним Не будет И давай Сейчас Соберем Ресурсы Умельника Нападем На Орков Надеюсь Они Просто Разбегутся Не хочу Вастягивать Убой А напасть На гномов В принципе Можно Да Хочу Сразиться Отлично И тут У нас Ябаркас Который Накопил Элементали Между прочим У меня Есть только Виверны Ну а что Массовое Замедление И соперник Ничего не делает И такое Чувство Что Ябаркас Есть Главный Король Этих Западных Орков Конечно Есть еще Кто-то Кто Спрятался Вот Тут Давай Сейчас Увидим Кто там Завер Нет Не Завер Потому что Гирда Может сделать Шажок Нет Не может Ладно Тогда Завершить Ход А птицы Живут Это главное А ко мне Отправился Негодяй И Даже Не побежал В сторону Моего города А стоит Ли напасть На Ябаркаса Да Определенно Стоит Стоит Ли мне Еще Кого-то Нанять Элитных Чудовищ Я не смогу Сделать Мне требуется Просто Миллиард Кристаллов Где Их Брать Никому Не Понятно Орис Скачет К конюху Хочет Она Себе Лошадь Гурнисон Подбирает Сундучок Пусть Будут Деньги Гирда Сейчас Ему Передает Как раз Таки Войско Птицерух Немного Чудищ И идет Подбирать Ресурсы А здесь Есть Ключник А вот Что он Открывает Пока что Непонятно Мне конечно Есть подозрение Что возможно Где-то На море Есть Какой-то Проход Ведущий Куда-то Непонятно Куда Но ладно Это лишь Мои подозрения Итак Куда Этот товарищ Поехал Гретхин Решил Собрать Всех Гоблинов Давай В погоню Погоню Предлагаю Сделать Через Арену Чтобы Увеличить Немного Атаку К сожалению До секеру Я не добегаю Далее Напасть Лена Ябаркаса Я думаю Да Иначе Он будет Здесь Сидеть Постоянно И копить Элементали Да И нужно Его победить Другой соперник Находится Тоже Совсем Рядом Кто Из них Сильнее Вот В чем Вопрос Восемь Виверн Не Согласен А Семнадцать Да Всего Лишь Семнадцать Орков А Сфера Подавления Вот Вот Он Чего До Меня Никто Не Добегает Не Долетает В Меня Стреляет Чего А Почему Такой Высокий Урон У баллисты Ладно Давай Подождем Виверны Виверны Терпят Виверны По-прежнему Терпят Вот Кто Наносит Мне больше Повреждений Орки Нет Да Орки Как раз Таки Орки Нет Да Орки Но И Сказану Магию Нельзя Использовать Отвратительно Атаку Элементалий Гублины Стоят На месте А я Сейчас Их Уничтожу И Орки В меня Воткнут Топор Баллиста Выстрелит В упор Виверны Почувствуйте Кровь Обрадуйтесь Нет А вот Орки Рады Минус Две Виверны Кто-то Меня Первый Доберется Воздушный Элементаль А Чего Еще Делать Гублины Тыкнут И Еще Другой Элементаль Ну Просто Здорово Кусь А потерял 6 Виверн Вместо 7 Отвратительно Зато Получил Дубину Зверепого Огра И сферу Которая Мне Совершенно Не нужна Потому Что Мне Хочется Колдовать Плохо Очень Даже Плохо Вопрос Кто скрывается Вот здесь Получу ли Этот Ответ На этот вопрос Тоже Интересно Давай Построим Здесь Гнездо На утесе Будем Здесь Тоже Собирать Рух А в Моем Основном Городе Пусть Будет Вальгала Завершить Птицы Пока Живут Соперник Тут Ворует И Грабит Ай Это Крильон Крильон Решил Просто Покончить Жизнь Своим Убийством После Того Как Я Баркас Потерпел Поражение Ладно Согласен А Тогда Что Мне Здесь Делать Главное Мне Сейчас Найти Каких Нибудь Виверн Или Кого-то Похожего Около Моего Города Они Были Буквально В двух Шагах Здесь Пока Я Ничего Похожего Не Вижу Хотя Есть Логово Циклопов Циклопы Принесут Ли Мне Пользу Они Хорошие Бойцы Но Два Циклопа И Не Туда И Не Сюда Ладно Орис В это Время Покупает Коня Покупает Коня И едет Что-то Собирать На востоке Это Уже Успевает Собрать Гирда Напасть На Угров Я Не Смогу Точнее Не Решусь Немножко Золота Золото 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 И Давай Посмотрим Кто Ж Мой Враг Ага У Десса Есть Чудовище У Шивы Есть Чудовище У Гретхена Есть Огры Армия Мощнее Всего У Шива Но Это Понятно Там Сам Грэг Хак Ну Честно Говоря Я ожидал Здесь Встретить Какого Нибудь Йога Грэхака А тут Ябаркас Ну Кто Ж Такой Этот Ябаркас Я Вообще Не знаю Немножко Я Разочарован Так Тут Тоже Мне Нечего Ловить Соперник Уехал Далеко На север Дай Ко Я Подберу Секиру И Поскочу За ним Следом Осматривать Территории Тратить На это Время Не Хочется Хочется Воевать Вот Жаль Что Нельзя Помощника Нанять А почему Нельзя Может Кстати Орис А как Ты Смотришь На то Чтобы Отправиться За Портал Предлагаю Ей Выдать Кого-нибудь Пошустрее Например Волчьего Всадника В золотых Доспехах Но для этого Нужно улучшить Еще и Коблинов Обычных Ладно Давай улучшать Что ж Поделать А тут Для чудовищ Требуется Так много Всего А у меня Столько Всего Нет Нет У соперников Нельзя Строить Капитолий А у Меня Магистрат Справедливо Мат Нюти Напасть Ли на Вас Напасть Ли на Вас Взять Ли Циклопов Сколько Вопросов И нет Никаких Ответов Давай Посмотрю Карту Можно ли Здесь Вообще Проехать Да Напрямую Скорее Всего Можно Проехать Но тут Будет Опять Же Гарнизон Который Кто-то Защищает Кстати Смотри Здесь Есть Водоворот То есть С помощью Водоворота Можно Было Оказываться Опять Же Здесь Кстати Вот Мне Интересно А тут Что Будет Находиться Там Город Соперников Вот Здесь А Это Какое-то Удаленное Местечко Около Меня Какое Удаленное Местечко Около Меня Удаленных Местечко Нет Ну Кроме Вот Этого Но Не Так Уши Удалено В Центре Какие-то Инферно Земли Вот Здесь Скрытая Территория Что У нас Под Землей Под Землей Какой-то Крест Может Это Считается Муравейником Мне Кажется Стоит Вернуться А сюда Отправить Гурнисоны Чтобы он Потом Освоил Эти территории Захватил Пещеру Циклопов Мне Здесь Нечего Ловить Поэтому Давай Нападем На Орков Их Испугаем Не Испугали А решили Просто Взять И убить Всех Виверн Ну Вы Конечно Молодцы Может Вы Забудете Как Атаковать Нет Ну Я Конечно Знатно Сейчас Напал И В этом Смысла Нет Никакого Орки Дадут Мне Только Одну Единицу Защиты С Башни Стоило Ли Это Того Нет Урон Орков 2.5 Я Могу Конечно Их Проклясть Урон Станет 2.1 А Нет Я Не Знаю Как Проклянуть Классно Виверны Могут Ускориться Ускорение Даст им Всего-то Ничего 4 клетки Правильно Ведь Нет 5 единиц 1.2.3.4.5 Не Долетаю Не Долетаю Здорово Забывчивость И Ждем Надеюсь Никто Не Помрет 10 единиц Урона И 26 Плохо Отвратительно Нужно Лечиться Я Потерял Тонну Магии Ну Теперь Хотя Живем Кусь Стоило Ли Это Того Нет Определенно Кстати Есть Циклопы Которых Можно Ограбить Но Это Мне Будет Слишком Многого Стоить А Что Здесь Построить Лиди Магов Можно Форт Угров Можно Давай Просто Лучу Птиц И Хорош Завершить Ход Так Тут Соперник Кукол Меня Крутится Товорот П П П Погоди А кто Ты Такой И Что Ты Там Делаешь А почему Соперника Четыре Героя И А нет Раз Два Я Баркаса Я победил Один Само Убился То есть У него Серьезно Четыре Героя Да А у Меня Ведь Тоже Четыре И тут Город В центре Захватили Негодяи Синего Цвета А я Свой Нет Зато Я чужой Захватил Немножко Защиты У соперника Нет Города Ему Осталось Всего Ничего Гоняться За этим Гретхеном Тут Еще Поеду Тогда Я На Юг И Он Сейчас В Ловушке Поедет На Юг Я Его Догоню Поедет На Север Я Его Догоню Скорее Все Он Попытается Украсть У меня Шахту И в итоге Я его Догоню Давай Подбирать Золотца А то Соперники Горбанут И я Ничего Не получу Так Тут Мне нужен Волк Чтобы Отправиться На запад И собирать Все Что только Можно Волк Станет Золотым И скорость У него Теперь 8 единиц Неплохо Неплохо Акилгор Стоит Стоит Черт Я не знал Само Не нужны Напасть Напасть Мне На Зубина У него Может быть Артефакт Захотел Виверну Как Так Далеко Почему На все Полюбой То есть По-моему Тактика Добавляет Одну клетку Вторую клетку Третью клетку А чего Так далеко Действительно Баллиста Опять же Невероятно Мощна Кусаю Здесь Ты иди Ты лесом Я не думал Что баллиста Сможет Меня убить Двойной Урон Двести Пятьдесят Двести Двадцать Да и проклянуть Ее не могу Каменная Кожа Ждем Что Со Здоровьем Баллиста Наносит Двойной Урон Сколько Непонятно А Виверны Выжили Выжили Кусают Есть Сейчас Убьем Этих Орков Предлагаю Ускориться Артефактов У этого Негодяя Не было До следующего Уровня Мне Ой Как далеко И Ой Как далеко Мне И до города И до всего Я могу Отправиться На север А здесь Он А вот Йог А вот Йог Который Чисто Технически Может С легкостью Одолеть Этих Птиц Предлагаю Развернуться Назад И как Можно Скорее Возвращаться А с другой Стороны Йог Может Сюда Запрыгнуть И что Тут Я буду Делать Нехорошо То есть Каждый Из героев Должен Контролировать Свою Территорию А тут У меня Как бы Армия Тоже Есть Давай Построим Башню Урков Пускай Они Будут Копиться Может Как-то Мне Помогут И Завершаем Ход Смотрим Куда Двинется Йог Да Йог Нападает И Орис Напомню Условия Сценария Орис Терпит Поражение Ваш Поход Окончен Почему Почему Эх Придется Переиграть Последний Ход И давай Вот На такой Грустной Ноте Закончим На сегодня И так Спасибо Тебе За просмотр Если Понравилось Ставь лайк Оставляй Комментарий Подписывайся На канал Спасибо И пока Субтитры Продолжение следует...